Здравствуйте, ребята! Наверное, сейчас мы ответим на самый главный вопрос, который крутится в голове. Дмитрий его задает. Спасибо за подсказку, да, хочу для себя сложить полную картину последовательного изучения программирования, хотя человек уже начал неплохо писать. В голове вертится один только вопрос. Не имея вашей методики, как другим известным программистам удалось стать теми, кем они стали? Интересно очень. И тот момент, что есть хорошая часть ребят, которые уже пишут полноценные приложения. Действительно, профессионала очень мало. Дима поставил в себя цель стать профессионалом, а не хорошим программистом. Это я помещу в статью, ссылка в описании, а сейчас просто отвечу на этот вопрос. Ребят, вопрос заключается в следующем. Что вы считаете работой программиста? Ниже я написал идиомы. Если человек считает работу программиста, это работа с исходным кодом, документацией, отталкиваться от профессионального кода и добавляя сюда схожие других языков, то вы точно станете профессионалом. По одной простой причине далеко ходить не надо. Возьмите разработчиков Django и берем, допустим, Russell Kate Maggi, программист, которого я очень люблю. Если вы поищите, то, будем говорить так, такой частоты кода очень сложно найти, чтобы код был читаемый, понятный, очень простой и при этом профессиональный. Я отвечаю на этот вопрос вообще, как стать профессионалом. Ну вот, вы знаете что, Дим, я же говорил, эти вопросы меня только в уныние вгоняют. По одной простой причине, когда я начал программировать? В 2008 году. Когда понял, как вообще работают языки? Через 9 лет. Поэтому тупой, что сказать тут, по-другому нельзя. Как понял? Потому что постоянно задавал вопрос, как самому научиться программировать, а потом других людей научить. Вот и все. В школе простые идиомы. Здесь доказывать ничего не надо. Именно эти вещи не видят. Берем один подход. Берем, как делают большинство. Да, изучают сначала до конца. В этом подходе нет ничего полезного. По одной простой причине только путаницы. Возьмем мой подход. Откроем файл. Ну, что здесь? Все понятно. И смотрим, что чего больше в файле. Дев. 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 То есть, это функции. Но ведь файл сам кричит, что разберись с функциями. Если все функции, да, то, наверное, надо в них разобраться. Далее. Работа с документацией. После функции уже придет понимание, чего. Что функции из чего-то состоят. Я тут вот описал, да, наверное, состоят из чего. Ну, давайте посмотрим. Вот то, что я писал. Откройте файл, да, dev. Там есть функции. Теперь легко понять логику, да. Давайте разложим функции. Что такое функции? По сути дела, если мы возьмем функцию, то мы видим простые вещи. Видим скобки и видим тело функции. Вот Дима на данный момент с функциями у него порядок. Да, у него с телом функции непорядок. Сейчас мы затронем пару моментов этих вопросов, да. Наверное, статья останется в школе. Потому что так она бесполезна на определенном этапе. Ну, давайте дальше рассматривать. Да, что здесь? Здесь все очевидно. Если мы копнем C++, то увидим, откуда ноги растут. Объект функции или фунтер, любой тип реализующий оператор. Ну, скобки. Иными словами, когда мы открываем функции, мы видим эти скобки. Вот здесь есть параметры. По сути дела, они задают основную логику. Значит, что надо сделать? Правильно разобраться в параметрах. Как правило, на большинстве курсов бежали-бежали, функции пробежали-побежали дальше. Потом спрашивают, что мы не программировали? Не программировали. Да как мы будем программировать, если мы не понимаем, на что смотреть? Ну, все просто. Если мы будем смотреть дальше, то дальше получается тело функции. Да, вы разобрались в параметрах, разобрались, что такое сельфи. Потом, куда вы хотели перейти, Дим? Правильно. Вы, когда описали, решили перейти в паттерны. Да, я вам сказал еще рано. По одной простой причине это бесполезно сейчас. Почему? Ну, давайте рассмотрим очевидные причины. Итак, смотрите. Хорошо, залезете вы в паттерны. Ну, это уже мы проходили. Я проанализировал обучение с 15 по 20 год. И что получилось? Давали паттерны, да? И паттерны для новичков это шаблоны, как правило, в классах, да? И что происходит? Когда мы описывали улицу Витебска... Сейчас, секунду, поясню. То есть писали интерфейсы абстрактные классы, разбирали разницу, что получилось. Интерфейсы проблем не было изучить. Вопрос в том, что тело осталось опять. Нету никакой логики. И в данный момент вы попытались, Дмитрий, сделать ту же ошибку, да? Там была, наверное, моя немножко вина. Поэтому сейчас я вам порекомендовал иные вещи. Я вам порекомендовал вещи, по которым, по этим вещам, вы будете составлять в первую очередь план. Начнет и двигаться. Абсолютно очевидно, что сначала надо разобраться атрибуты и классы, да? Атрибуты класса, атрибуты экземпляра. Опять же, здесь все становится очевидно, когда мы открываем любой файл, везде мы видим точки. То есть все это атрибуты, да? И они выполняют разные задачи. Но если мы их не читаем, в первую очередь, значит, мы их не понимаем. А как мы будем заполнять тело функции осознанно? Это первый момент, который вам надо сейчас уяснить. Это работа большая. Теперь, на этом этапе надо довести типы данных до ума. Как правило, что происходит в большинстве курсов? То есть происходит следующее. Люди изучают, на первом этапе приходят на курсы, изучают типы данных. При этом они совершенно ни хрена там не понимают, им трудно разобраться, и они пытаются потом, идут домой с курсов, пытаются, а что ж там делает строка, и что можно с ней делать, а что делает там список, и вообще зачем это нужно. И в большинство людей еще вообще не понимают, зачем эти типы данных. Такой же вот тупой был бы в Суновске. Вы понимаете? Ну я не понимал, вот год и больше, когда в 2008 году, зачем мне эти типы данных? Вот не понимал и все. Да, это все очевидно, да, это просто. Но новичку это непонятно. И получается, что на большинстве курсов изучили и забыли. Потом пробежали, все, человек умных словно хватался, и он ни черта не пишет. А ведь все буквально, преподавателю надо было сказать, ребята, типы данных сейчас у нас знакомства, мы будем изучать три этапа. Этап номер один сейчас. Вы будете тухо соображать, но вы делайте, ваше дело сейчас изучить, как они выглядят. Потом мы с вами начнем работать с функциями подробно. И мы будем применять уже больше типы данных, и вы чуть больше будете, но еще не все станет на свои места. А вот потом придет время, когда вы познакомитесь с классами. И вот, Дима, опять, здесь же все банально, банально, все кричит само, да, но все это видно потом, через 10, но у меня уже скоро будет 15-й год. И вот мы открываем последовательность, да, и здесь идет окончательное изучение типов данных, становится на места. А что за изучение? Ну вот смотрим, список строка, кортеж и байты, а также в некоторых ситуациях идет же все равно какие-то итерации, даже словарей, да, самих. Но тем не менее, мы, оказывается, можем сделать проще взять саму последовательность, так как список строка это и есть последовательность, и понять, что сама последовательность имеет определенные законы, да. А какие законы? Вот он первый закон, итерация, да. То есть, понятно, что последовательность, то, что расположено последовательно от нуля, там, 1, 2, 3, постоянно на своих местах, значит, это можно посчитать, да. И получается, что, по сути дела, теперь уже вот с этими знаниями, если мы откроем эти же типы данных здесь, да, то нам уже даже заходить не надо, будет понятно, что все эти типы данных имеют одни и те же определенные действия. Например, извлечение по срезам, почему? Потому что эти действия имеют последовательность, все банально просто, да. Но, вот на этом этапе, что должно у вас происходить, чтобы подготовить себя действительно к паттернам? А происходить у вас будет следующее, дальше я не буду времени, я решил за 10 минут записать, а у меня не всегда так получается. Ой, если бы еще найти. То есть, на этом этапе, Дим, вы доводите уже до ума типы данных. По сути дела, я вам сказал, найдите последовательность, сведите там, да, извлечение по срезам, то есть, это все в едино соберите. И на этом этапе каким образом вы действуете? У вас будут разниться в типах данных только методы, да, просто список будет иметь много методов, кортеж меньше, да. И вы начинаете работать с классами, в первую очередь, со стороны правильного дизайна классов. То есть, вы начинаете правильно использовать сельф и методы, да, этим уже заканчиваете работу, набиваете руку со справкой, чтобы у вас идет вот этот набор опыта, как выражать эту логику, да. Ну и я показывал вам уже итерации, да, 90% кода имеет итерации, потому что сколько бы у нас не было чего, нам всегда надо посчитать. Это просто проще всего и быстрее. Если у нас было 10 объектов или 10 статей, мы 2 удалили. Как проверить, что осталось 8? Правильно посчитать, что их 8. Вот и все. И здесь я вам написал инструкции. Это вот совершенно только первые шаги, чтобы вам начать вклиниваться в работу. Возвращаемся по вашему вопросу, который вы задали, как другие, вот не имея этой системы. Дима задал вопрос, почему? Потому что есть еще будет в описании видео крутой Python. Вот человек, да, вот он писал, да. То есть он изучал языки, изучал PHP, изучал Python, ему понравился JavaScript. Он изучал что-то в языках, да, только не было ни входа. Через полгода второе видео посмотрите, насколько он профессионально начал описывать код. Понятно, что теперь, что он? Он разобрался с функциями, он профессионально разобрался, я его познакомил с C++, чтобы могли, мог разобраться с чем? Мог разобраться с объектом. Почему? Потому что, то есть он начал давать четкие имена, посмотрите это видео, я не буду на это тратить время сейчас, четкие имена объекта. Я здесь все рассказал, да. Во что, то есть вырос, да, функции понимает, код читать начал. Именно читать. То есть, когда есть чтение кода, значит написание недалеко. В большинстве своем люди не отталкиваются от чтения кода. У него стал вопрос профессионального написания кода. Ребят, сразу я быстро перечислю, ой, уже 5 минут осталось, которые я себе запланировал. Давайте я сейчас перечислю. Итак, для того, чтобы стать профессиональным программистом, то есть, что включает в себя работа программист? Первое, берем профессиональный исходный код. То, что мы и делаем. Ребят, надо просто взять эту планку. Есть очень простой код, и сначала мы постигаем чтение кода. Понятно, что если мы, допустим, не знаем, что такое функция, не знаем, параметры не читаем, то писать мы и не будем. Мы будем только копировать. Но это мы в школе проходим. Следующий момент, который мы делаем, да, в школе. Сейчас я. Второе, да, документация. То есть, работа с документацией. Ребята приходят в школу благодарно и пишут, что благодаря вам я понял документацию. Абсолютно верно, потому что возникает очень много вопросов. Когда мы начинаем на самом деле изучать функции, нам становится сначала еще не очень очевидно. Но потом, когда мы четко понимаем, как работают параметры, мы легко можем, читая функции, во-первых, знать, на что обращать внимание, почему здесь стоит позиционный параметр. Да, мы можем это очевидно ответить, потому что надо проверить модель. Но если бы не знали, что такое параметр, конечно, мы никогда бы не прочитали документацию. И всегда для нас было бы, кстати, документация всех языков устроена абсолютно одинаково. Третий момент. Мы отталкиваемся от профессионального кода. То есть, это тоже будет. Вот взяли, я взял кусочек того же тога, мы взяли профессиональный код и начинаем его с ним работать. В первую очередь, это чтение, да, и написание. И когда мы берем эту планку, понятно, что мы будем стремиться к этому коду. И четвертое, добавляем другие языки. Если человек научился писать функции на, вот как Дмитрий, да, он научился на Python, пишет на JavaScript, начал изучать C++, то есть ему все это пошло. Хотя вначале он встретил, даже когда я ему сказал про параметры, он сказал, ой, так это я. А потом дело пошло, глаза загорелись. И в принципе, ведь все очевидно, все вопросы давно даны, да, ответы давно даны. Я вам сказал, что, ну ведь JSON заустроен, там написано, все языки одинаковые, прямым текстом написано. Ну, хорошо, в одной и последующей другой массив в языке. Но какая разница? Все же это все равно тип данных называется. И работы всегда принципиально, только методы разные. Всегда есть одни и те же вещи. Доступ к объекту, где находится объект, что происходит с объектом, одни и те же вопросы. Надо просто разобраться с объектом и с реализацией. Ну, этим и отличается мой подход от всех других школ программирования. То есть мы идем от того, что диктует сам язык и жизнь. И единственное, что когда приходит человек в группе, я ориентируюсь на его уровень. Вот то же самое, что я рассказал Диме, да, вот пришел недавно Денис Латыпов. Вот он с нуля совсем пришел. С нуля совсем пришел. Я не буду сейчас искать, уже не найду. Понятно, что ему это рассказывать сегодня было бы бесполезно. Поэтому, грубо говоря, новичкам пока надо работать с тем, с чего начинается это понимание, этот язык. Вот и все. Кто хочет, приходите. Писать может абсолютно любой человек. Надо просто изменить подход. То, чем мы и занимаемся. Чтобы человек понял, что ему делать. Спасибо за доверие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!